Всем здарова, народ, на канале Бублик Ченнел, и сегодня с вами продолжаем играть на проекте МТА Провинция. Ссылочка на проект будет в описании под роликом, переходите, регистрируйтесь, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. А сегодня у нас с вами будет очень интересный видосик с интересной рубрикой. Если кто помнит, когда-то я снимал рубрику из грязи князи, и это чем-то похоже, например, к тем, что я опять буду отдавать деньги рандомным игрокам, но суть все же немного иная. Золотая карта. Примерно так можно назвать эту рубрику, ну хотя это немного не совсем золотая карта, конечно, на ней можно тратить сколько угодно, однако у нее есть один минус. Если вы потратите больше, чем на ней есть, вы уйдете в минус. То есть все, что вы купили, автоматически аннулируется. Таким образом, мы прямо сейчас поедем с вами искать бомжика, который сядет к нам, мы с ним пообщаемся, посмотрим его паспорт, там все такое, полностью его удостоверить мы все равно не сможем, а потом мы ему объясним условия. Ну и вам я тоже, соответственно, сразу вместе же с ним объясню все условия данного розыгрыша уже поподробнее. Ну не розыгрыша, данной рубрики, наверное, неважно. Во-первых, спасибо человеку, который написал комментарий или сообщение с этой идеей. Почему или? Потому что я не смог найти, где я это прочитал. Я это прочитал дня 2-3 назад, и я запомнил это, и забыл, где я это прочитал. Либо ты мне в ВК написал, чувак, либо ты мне в телеге написал, либо ты мне в Ютубе написал эту идею, потому что мне везде пишут, а сейчас идеи... Сорян, извини, напиши, пожалуйста, в комментариях под этим роликом, кто ты вообще, где ты мне написал с ссылкой на этот комментарий, и я закреплю твой комментарий в честь благодарности за такую идею, потому что идея действительно годная. Прямо сейчас мы поедем искать бомжика, так что вы усаживайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита кушать, приятного просмотра, ну а мы начинаем. Погнали. Так, ну вот стоит Хунатуга. Хунатуга. Какой-то бомжик. Какой-то бомжик он даст. Добрый день. Привет. Садись в машину, мы сейчас с тобой прокатимся. Да. Да. Слушай, пока едем, ты мне можешь передать паспорт? Слушай, пока едем, ты мне можешь передать паспорт? Да. Микрофон вообще не мучает. Давай, 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 давай. Предлагает вам поставить паспорт. Хунатуга, второй уровень. Так, Хунатуга, я тебя, значит, приветствую. Скажи мне, я вот вижу, ты уже два года в республике. Ты вообще освоиться здесь хоть чуть-чуть успел? Да, ну, я так просто бегаю и все. И все, да? И все, да. Ну да. Смотри, у меня есть для тебя предложение. Я прямо сейчас дам тебе золотую карту. Но у этой золотой карты есть один минус. А у этой золотой карты есть один минус. А у микрофона не хочет? Ты что, ты меня послушай, а то ты постоянно говоришь. А, молодец. А вот, смотри. У этой золотой карты есть один минус. Минус такой. Если ты потратишь больше, чем на ней есть, все, что ты купил, аннулируется. И это к тебе не придет. То есть, есть определенная сумма, о которой ты не знаешь. Но она задокументирована, задекларирована. Она не будет меняться, по сути, ролика. Ой, в смысле... Дурак! Сука! Я хотел сказать, по сути, она не будет меняться. Блин. Еблок. Надеюсь, он не понял. Она не будет меняться. И поэтому тебе нужно просто как-то подумать, какую-то чучку свою подключить. Ты должен будешь... Ты можешь покупать, опять же, повторюсь, все, что хочешь. Но если ты эту границу перейдешь, все. На этом конец. Она такая, знаешь, она не очень маленькая. Там это не сумма в 10 тысяч рублей. Это нормальная сумма. На эту сумму можно себе купить что-то, что тебе действительно нужно и остановиться. То есть, тут суть вовремя остановиться. Ты готов к такому? Ну да, почему нет? Конечно нет. Полтора миллиона на кону. Хорошо. С чего мы начнем тогда? Зачем мы в первую очередь поедем? Ну, я знаю, что без квартиры не купить авто себе, поэтому нужна квартира. Отлично. Отлично. Поехали, тогда поищем с тобой квартиру. Кстати, чувак новенький, скорее всего, у него нет прав. Если у него нет прав, я ему помогу узнать на права, если он все-таки пройдет эту тему. Не нужна сразу какая-то дорогая. Просто обычную панельки можно вполне меня устроить. Хорошо. Хорошо. Значит, мы сразу же говорим, ребята, то, что справимся с проблемой шим. И насчет квартиры. Квартиру я ему сразу же купить не могу. Квартиру мы ему купим напоследок. То есть, тачку я куплю, оставлю себе. С кем я ему куплю, оставлю себе. Там работа не работает. Тем более. КБ 2 на 2 работает. Нормальная тема. Ну, что-то РПшки какие-то отыгрывает. Вот. И поэтому все вопросы... Ну, короче, все, что надо будет, я ему все дам. Просто не сразу. Потому что если он проиграет, и чтобы я его потом не отбирал, чтобы было нормально. Давай зайдем сюда, посмотрим квартиры. Вот. А тут тоже вопрос на везение. Квартиру он купил дешевле, дороже. Выбрал я полтора миллиона, что... О! Тут сразу нормальная, неплохая квартира. Он, не знаю, он на нее... 288 тысяч! Слушай, ну вот это, по-моему, очень хорошее. О, это уже шикарно, ребята. Блин, но она такая дешевая, может ее сразу ему купить? Блин, но она очень хорошая. Если ее кто-то купит быстрее нас, то будет очень обидно. Слушай, это очень хорошая цена, поэтому нам нужно с тобой очень быстро все делать, чтобы ее никто не купил. Давай запомним, где она находится, и поехали выбирать что-то другое тебе. Запомним. Так. 288 тысяч. 288к потрачено. Давайте запишем это. Потрачено. Ему очень повезло. 288 тысяч потрачено, значит, где мы находимся? Мы находимся рядом с арендой велосипедов. Между арендой велосипедов и ментовкой. Значит, сзади ментовка. А, ну тут первый подъезд. Все, я запомнил, где находится квартира. Куда едем, значит? Что ты хочешь следующее? У него осталось... Миллион 200, или? Миллион 200, или нет? Миллион 200, или нет? Ой. Машину. На БУ едем или едем на... Покупать с салона? Блин, у него очень много. Командир на БУ, но не особо накопать, что важно. Командир на БУ, но не особо... Так, чувак, чувак на БУ едет. Он старается аккуратно, он молодец. Он старается аккуратно распределять бюджет. Очень аккуратно старается распределять бюджет. Это правильно. Это правильно. Сейчас, блядь, сейчас если меня на БУ узнают... Тогда уже то, что я проговорился про ролик, не так уж и важно будет, на самом деле. Потому что все начнут говорить. Ну, ладно. Суть в том-то, главное, чтобы он не узнал, какую сумму он тратить не может. Это самое важное. Все остальное пофиг. А так, вот, значит, у нас здесь стоят Веста. В теории он может ее купить, если она не тюнинги. Бэху, по-моему, не может. Все остальное... А, Преору может купить. Так, ну давай выходи. Давай с тобой искать автомобиль и смотреть цены. Я его, если он прям жестко перебрет, я его постараюсь остановить. Так, не гласно сейчас, потому что L6 хочу. Я вам скажу, чувак, ну, по-моему, ты перебрал немного. Вот, постараюсь ему помочь. Так, выбирай автомобиль, какой ты хочешь себе автомобиль. И постарайся, ну, чуечку подключить, чтобы не перелететь свой баланс. Идем. Я, кстати, Широн взял не просто так. Во-первых, для рубрика очень классно. К лицу такой, знаете, мужчина подъезжает, говорит, я тебе там полтора миллиона даю. Ну, я же не сказал, что он просто дает карту золотую. Выбирай ей тачку. И при этом я на ней с момента покупки я с вами катался. У него нет бюджета, он не знает свой бюджет. В этом и суть. Что ты хочешь? Вот тут стоит Мерседес стоит, 99-ая стоит. Бэхо, Е34-ая. Вот, кстати, если он из Ч купит, на фул стоит же, ему очень хорошо будет. Так, убрали ку, 99-ая. Блин, он боится, он боится. 99-ая боится? 99-ая, да? 1,4 торка. Все, всего доброго, пошли, пошли отсюда. С этими перепуками мы не будем общаться. Пойдем дальше. 1,4 сейчас бы за Е34 отдавать. Так, 99-ая, вот десятка стоит, десятка, кстати, прикольная тоже. А десятка почем? 280. Блин, у него еще лям останется. Он вообще... 250, понятно. Интересует такая хуна? Хочешь такую тачку? Ну, десятка тоже неплохая. Фулл скорость. Фулл скорость. Давай тогда, предлагай, давай, я покупаю за 250-ю. Все, спасибо. Благодарю вас. Все. Так, тачку мы с тобой купили, хуна. А пусть она пока стоит здесь. Мы с тобой... Я ее купил, давайте я покажу, что я ее купил. Хорошо. Так, смотри, ты купил только что тачку за 250 тысяч. Пошли с тобой сядем дальше. Идем. Так, он купил тачку за 250 тысяч и хату за 288. Итого он потратил 538 тысяч. Господи, дайте мне математики. Так, 250 плюс 288. По-моему, я все правильно купил. 538 тысяч потратил. А у него остается чуть меньше миллиона, да? Так, значит, давай это зафиксируем. Ну и как ты понял, раз уж я тебе еще не сказал, что наше испытание завершено, значит, деньги у тебя еще есть. Что-то ты хочешь еще купить? Посмотрим, что он скажет. Ну, я бы думал, ты переодеться еще. Он мыслит, как я. Правильно. Я бы хотел или мне, или, 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 или. Так, хорошо, давай тогда я тебя отвезу в магазин одежды. И мы с тобой выберем одежду. Ты мне ее скажешь, я ее тоже себе куплю. И она будет лежать у меня. И если ты все-таки выиграешь, я тебе это все, естественно, отдам. Пошли, выбирай одежду. Как выберешь, скажи мне, под каким номером твоя вещь. Он очень осторожничает, очень осторожничает. Я его еще хорошо с 99 на десятку перевел, потому что десятка поинтереснее, чем 99 будет. Во всех смыслах она и поедет поинтереснее, и она в тюнинге мне больше понравилась. Конечно, синий цвет был не очень. Но нормально, на фулл скорости для новичка это самое топ будет. Так, все, обычный мексиканец за 200 тысяч мы его давайте берем. Слушайте, господи, я так рад. Спасибо за систему инвентаря. Вы просто лучшие, реально. Я теперь могу, ну вот, такие видосы, их реально так легко теперь снимать. А давайте мы ему купим мексиканца 230 тысяч. Все, я купил. Ваша одежда добавится в инвентарь. Купить. Сейчас я вам продемонстрирую, что я купил. Вот, смотри, она? Да, да, вот он, вот он. Все, отлично. Так, все, значит, еще одежда стоила 230 тысяч. 230 тысяч одежда. Одежда. Давай посчитаем, сколько ты на данный момент потратил. Значит, 230 тысяч плюс 250 тысяч. Это получается 480 тысяч. 480 плюс 288. 768 тысяч на данный момент ты потратил. Что-то еще ты хочешь приобрести? Я думаю, что да. Все, у меня теперь все есть. Ой, какой он молодец. Так, на этом ты хочешь остановиться. Правильно тебя понял? Ну да, я не хочу особо рисковать тем, тем, что у меня было и сейчас. Ну, он правильно, он молодец, он правильно. Значит, сейчас я посчитаю до трех. Если в течение трех этих секунд ты не изменяешь своего решения, значит, на этом наша история с тобой заканчивается. Итак, время пошло. Раз, два, три. Все. С этого момента ты больше не можешь совершать покупки, но я тебя поздравляю. Ты уложился в баланс, который тебе был дан. Скажи, ты хочешь услышать полный баланс, который у тебя был? Или не хочешь его услышать? Ну, конечно, хочу. Хочешь, да? У тебя был баланс в полтора миллиона рублей. Ну, я потратил уже половину. Ты половину, да. Ты ровно половину потратил, прям постарался. Я хочу сказать, что ты действительно молодец. Давай сейчас начнем уже тебе все отдавать. Начнем с квартиры, потому что без квартиры я тебе не смогу. А, подожди, давай начнем с одежды. Одежду я тебе могу сейчас передать. И давайте, знаете, давайте до миллиона добьем. 200 тысяч я ему сверху накину. За то, что он прям так молодец постарался, чтобы у него там было. 200 тысяч я ему накину. Не буду всю сумму, потому что действительно в этом бы не было смысла, если бы человек мог сразу всю сумму забрать. А так пусть будет. Пусть будет 200 тысяч. Мне просто реально... Он красавчик. Он все правильно сделал. А сверху я тебе накинул 200 тысяч на карманные расходы. Кстати, двор очень хороший. Тебе повезло. Тебе реально повезло. За такую стоимость купить квартиру. Это прям... Ну, это очень большая редкость сейчас. 288 тысяч я ему прямо сейчас даю за квартиру. Он ее покупает. И сейчас будет вопрос, есть у него права или нет. Если нет прав, я ему помогу на них сдать. Если есть права, вообще все отлично. Все, красавчик. Пошли вниз. Так, купил он. У него уже, кстати, второй уровень. Где в начале ролика? Увидел. И я вот думаю, вдруг у него есть права. Так, а теперь ты мне скажи. У тебя права есть? Да, да, есть. А, есть. Ты уже успел сдать, да? Ну, да, я сдал. Красавчик. Где работал? Я работал на ДК. Но у меня друг показал, что там работал. Сейчас другу расскажет, что у него произошло. Друг не поверит. Кстати, у него десятка неплохая. На номерах АСА-337. Выглядит неплохо. Давайте мы его заспавним, эвакуируем, чтобы я снова на БУ не ехал. Так, поехали тогда за твоим последним призом. А именно за десяточкой. Вот она. Слушай, тебе десятка прям неплохая выпала, тебе хочу сказать. Она на фулл скорости. Единственное, что я тебе сразу же посоветую, это снять с нее переднюю тренировку, чтобы тебя менты не тормозили. Так, давайте мы ее продадим. Я ее за оверпрайз купил, кстати, скорее всего. Дорого за десятку, мне кажется, даже за фулл-триджовую. Ну ладно. Ну да, еще три тренировки, нормальная. Ну да. Поздравляю тебя. Давай пожмем все с тобой ручками. Удачных тебе покатушек на своей новенькой машине. Всего тебе хорошего. Пожалуйста, пожалуйста. Все, давай, удачи. Давай, счастливо. Счастливо. Ну что, ребята. Сегодня мы с вами осчастливили одного из новичков провинции. Думаю, мы сделали довольно-таки неплохое дело и при этом запилили классный контент. Потратил он довольно-таки мало. Я ожидал, что потратит он больше. Но вот этот вот страх все это потерять, чуваке, наверное, переборол его жадность. И это хорошо. И тем самым он смог сохранить то, что ему действительно было нужно. Он взял и машину, и квартиру, и скин, и еще сверху мне 200 тысяч накинул. Это просто идеальный старт. На таком он может спокойно дальше подниматься. Трамвай надо проехать, чтобы я не сбил. И думаю, у него все будет хорошо. Ну а если вам понравилась эта рубрика и вы хотите ее продолжение, обязательно пишите об этом в комментариях. Возможно, в одном из роликов мы повысим сапку. И сделаем там, допустим, золотую карту на 10 миллионов игровой валюты. Но все зависит только от вас и от вашей активности. Всего вам хорошего, ребята. Всем до встречи, всем удачи, всем пока-пока.